всех приветствую в этом видео хотел бы рассказать про такой вот новый свой девайс это электронный динамометрический ключ с диапазоном от 2 до 200 ньютон на метр у меня есть такой обычный динамометрический ключ он от 28 до 210 покупал на алиэкспрессе в январе еще только сейчас руки дошли сделать на него такой обзорчик стоил он мне 3000 рублей сейчас на июль месяц он даже чуть дешевле стоит в комплекте значит вот коробка инструкция две такие вот переходные головки с 1 2 на 3 8 3 8 и 1 4 на самом приборе квадрат 1 2 и здесь под одну вторую значит как им пользоваться ну во первых вот его модель диапазон питается от двух батареек мизинчиков в комплекте их не было комплекте это значит лист с проверкой по калибровке эту фигню можно выкинуть и инструкция на английском языке точно написано мая семнадцатого года залежал ему товар значит что в первую очередь предупреждает никогда не нажимайте одновременно кнопку м и питание то есть м и питание нельзя нажимать как им пользоваться как им ее он царапается прям прям на глазах а тут наверно пленка да я не снял пленку еще защитную так что ничего страшно включается загружается значит как устанавливается момент необходимый кнопочкой плюс минус вот сейчас установлена 30 зажимается поехали ну допустим подготовлю для 120 колеса закрутить для колес конечно удобней вот эту штуку использовать но я хочу сравнить так более точно настроим 120 120 ньютонов дожидаемся когда появятся нули все устройство готово к работе можно также поменять единицы измерения для этого нам нужно сейчас расскажу что сделать так это понятно 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 вот нам нужно зажать одновременно м и пяти доступны вот такие вот единицы килограмм на метр фут и на фут и на что-то и ньютон на метр это значит м и пяти эти две кнопки ну я не буду менять потому что везде используется ньютон на метр теперь тут еще есть память ну память это посмотреть какие предыдущие значения были и вот единственное что мне непонятно может в комментарии мне кто-то объяснит чем отличается режим трейс и пик ну пик тупик если 70 секунд он не используется он автоматически выключается также тут есть индикатор вначале он горит зеленым когда начинается использование его когда 20 процентов остается до момента достигнут то начинает желтый гореть и пикать и когда полностью момент достигнут он загорается красным вот сейчас попробую сравнить с этим динамометрический ключ ключом на примере колес плюс проверю как свечи затягивает он момент затяжки масло отделителя ну короче вот такие вот мелочевки можно даже масляный фильтр проверю как затянут какие в принципе плюсы и минусы ну плюс то что у него очень большой диапазон то есть механического ключа 2 200 по моему не найти то есть можно найти какой-то ну то есть придется два динамометрических ключа брать по цене конечно 3000 и за этот ключ я давал меньше двух тысяч в принципе получается дороже но если допустим нужно два ключа то конечно выгоднее купить один электронный следующий минус у него нет подсветки экрана если в каком-то темном гараже что-то делать конечно это не очень удобно могли бы какую-то дешманскую синюю подсветку сюда конечно запилить потом он все-таки довольно пикопакный но подлезет все-таки не везде то есть если с движком что-то там делать только на снятом двигатель получается если где-то там генератор подтянуть еще что-то боюсь что вот этот вот ключ не поместится еще не пробовал сейчас попробую в каком направлении он только в затягивание показывает либо слева резьбой я еще не знаю сейчас заодно как раз таки это с вами проверим настраиваем 120 ньютонов потому что колеса нужно закручивать с моментом 120 сначала вот 112 ищем до нулю до нуля 112 0 так да я моя 112 вот так и теперь нужно плюс 8 добавить тогда будет ровно 120 вот так вот 112 было плюс 8 получается 120 либо можно минус 4 сделать от 126 вот и у этого ключа естественно направление затяжки только в одном чтобы допустим какой-то как он там клапан фазовращатели то нужно разбирать эту головку и менять защелки защелки чтобы он тянулся в другую сторону ослабил три вот эти болта 1 2 3 сейчас один болт с динамометрическим ключом затягиваю и 2 затягиваю с помощью электронного щелкнул теперь беру этот ключ 120 настроен вставляю в этот же болт ждем нуля загорелся диод тяну ну 70 80 90 желтый все 120 красный был вот он показывает 120.1 теперь затягиваю эти болты так он кстати на время вот показывают то есть 40 сейчас прошло так это не трещотка получается не очень удобно 99 до болты такие вот неудобно перетянул даже чуть-чуть 123 да получается болты очень неудобно тянуть и в этом плане конечно этот выиграл сейчас попробуем щелкнет ли этот ключ на 120 смотрим провернется ли чуть-чуть хотя бы нет ничего не проворачиваться то есть принципе значит 120 он и есть 120 так теперь проверяем действует ли в обратном направлении на откручивание вот теперь я крушу против часовой стрелки и он также показывает то есть этот ключ подходит и для левой резьбы и для обычной правой следующим хотел бы проверить масляный фильтр моего момент затяжки 22 с помощью такого переходника я явно его перетянул от руки я его затягивал от руки и тут он явно перетянут то есть вот он нисколько не шевелится я вот дальше кручу 25 уже короче это нужно затягивать послабее чем я думал теперь проверю свечи и момент затяжки этого масляного отделителя у него момент затяжки 11 у свечей по разной формации на шкодах почему-то написано что 25 должны тянуться на фольксвагенах 30 на свечах на самих коробках по моему 27 поставил на 30 ньютонов сейчас проверим так лучше конечно делать а чуть-чуть подвинулась короче у меня затянуто ровно 30 ой чуть-чуть подвинулась 30 то есть от руки в принципе я тридцатку нащупываю о это не затянута была это прям на 20 подвинулась а теперь 29 это тоже на 20 немножко подвинулась короче две свечи я не дотянул то есть свечи практически я идеально затянул кроме вот этих двух ну да ладно так сейчас попробуем масло отделитель проверить он должен 11 выставил 11 использую переходник одну на вторую и торкс т-30 он меня от руки был затянут и вообще вот начался начал двигаться на 7 одной рукой сейчас показывать не буду потому что можно слезать ну допустим вот сейчас этот покажу да он вообще не затянут то есть у меня маслоделитель практически вообще не затянут так что да правильно что сейчас затягиваю до 11 его это плохо было но сейчас как раз так пройду все болты все болты потянул до 11 что могу сказать они практически были вообще не закручены то есть хорошо что проверил что для себя могу сказать что масляный фильтр я перетягиваю свечи в принципе от руки нормально затягиваются а вот такие вот мелочи как 11 ньютон на метр конечно не дотягиваются теперь о том какие плюсы минусы после такой недолгой эксплуатации вначале сказал что нет подсветки не видно момент но работая вот со звуком мне прям понравилось то есть вот сейчас я сколько там 10 болтов винтов маслоделитель закрутил на дисплейчик я абсолютно не ориентировался только по звуку то есть пи 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 начинается потом пи и все то есть значит точно дотянул и на дисплей смотреть не нужно следующий значит нюанс очень все таки долго то есть если нужно кучу раз перестраивать моменты на механическом динамометрическом ключе это сделать гораздо быстрее чем на этом очень долго настраивается то есть плюс минус если со 120 до 30 потом до 11 на это тратится ну довольно таки много времени что еще значит по поводу закручивания болтов на колесах так как нету трещотки то это не так удобно как с механическим опять же и еще один плюс который выявил проверил наглядно то что он в обе стороны показывает момент и на затягивание и на откручивание то есть если там какие-то узлы с левой резьбой то он в принципе тоже покажет момент затяжки ну все девайс прикольный мне понравился буду им обязательно пользоваться остается только скачать эльзу и все моменты смотреть внимательно по документации на этом все спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки всем пока спасибо 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 Продолжение следует...